В режиме времени в некоторых случаях намного полезнее самые подробные, сложные модели, дающие результаты только после длинных и очень длинных исследований и многочасовых насчетов. Далее. Каждая модель далась нам, как правило, надежность. Свойство надежности отражает способность модели давать свободную информацию вне зависимости от того, кто использует эту модель. И достоверность модели, которая заключается в ее способности отражать исследованный биомеханический процесс. Вот когда теоретически и экспериментальные значения согласуются, когда модель достоверна. Цель нашего исследования была изучить изменение распределения нагрузки и использование полиэтиленов в лабораторных условиях при разных углах инкринации в экспериментальном модуле этого процесса. Для этого был разработан и создан искусственный эндопротез или модуль эндопротеза, который состоял из полиэтиленов вкладыша. Он здесь представлен из пиццатора, его пиццатора слева положено и оригинальная галонгия, бесконтрольная по стандартной методике. Это искусственный процесс и пробудок. При использовании этого протеза в динамических условиях мы испытали 64 полиэтиленовых вкладыша. При определенных технических условиях, это жаднице, техническое обращение, частота колебаний, и при разных углах горизонтальной инкринации, которые составляли 0 градусов, 10 градусов, 20 и 30 градусов. Были получены следующие результаты. Общая площадь износа внутренней поверхности вкладыша составила от 600 до 650 квадратных миллиметров. И, по-моему, распределились участки износа между передними и задними отделами внутренней поверхности вкладыша. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...